Доброе московское утро! Сегодня 22 декабря, выселились из гостиницы. Сейчас поеду еще до ВДНХ, посмотрю, что сейчас там, как готовится к празднованию Нового года, Рождества. Но по пути заеду еще на один архитектурный объект, пример, как использовать промышленные объекты, которые уже тратили свое назначение, как грамотно вписывать их в существующую городскую архитектуру. Смотрите, подписывайтесь на канал. Увидимся! Так, бизнес-центр «Арма», метро «Курская», выход номер 4, по направлению к нижнему официальному поделулку. Московский газовый завод был построен в 1860-х как завод «Букье» и до 1931 года снабжал газом прежде всего фонари и затем уже кухни Москвы. От первого завода сохранились два корпуса, вытянутых вдоль нижнего сусального переулка, строения номер 1 и 2. И главная гордость нынешних владельцев – газгольдеры, широкие башни для хранения газа, которые отличаются от европейских, к примеру, венских, тем, что для безопасности и удобства подачи газа под давлением, пол в них был опущен ниже земли. Затем, в 1911 году, завод перешел в собственность города, его перестроили и переоснастили. Конструкции кровель газгольдеров переделал, как предполагают историки, другой великий инженер, Владимир Шухов. А сам завод, точнее его южное крыло, разобрал и заменил новыми корпусами, стоящими отдельно, строчками, параллельными нижнему сусальному переулку, гражданский инженер Александр Рауп. Корпуса 1 и 2. Корпуса с квартирами рабочих. Те самые, вдоль сусального переулка, строил Федор Дмитриев, преподаватель императорского технического училища. Сейчас МГТУ имени Баумана и автор книги о жилье для рабочих. К жилым корпусам друга рабочих, Федора Дмитриева, вмещавших также и заводские конторы, Александр Рауп добавил боковые резолиты, превратив торцы зданий в отдельные, примыкающие к протяженным частям флигели. В советское время над двухэтажными зданиями появились небольшие атиковые надстройки. Корпус 3. Третий корпус первоначально служил на заводе аппаратным. Он немного меньше соседнего четвертого корпуса, но фасады здесь нарисованы пластичнее и яснее, чем во всех других постройках гражданского инженера Раупа. Циркульные перемычки окон перекликаются с круглыми нишами и создают несколько храмовый образ, поддержанный пластичными фризами ломбардских арок и рельефными лопатками-контрфорсами, чья поверхность испещрена глубокими нишами. Корпуса 4.5.5А. Здания корпусов 4.5, построенные под руководством инженера Александра Раупа, в 1912-1914 годах на месте южного крыла старого завода образуют ядро нового комплекса. Сдержанная псевдороманика их фасадов характерна для фабричной архитектуры своего времени. Ее главные украшения – ползучие ломбардские аркатуры и ребра контрфорсов между большими окнами, которые здесь выстроены преимущественно в два яруса. Здания выстроены покоем, ножки буквы П обращены к ЖД-насыпи и образуют с западной стороны двор парковку, довольно прагматичный, но тихий, с деревьями. Корпус 6. Небольшой корпус, расположенный между 18 и 19 газгольдерами и новой котельной, служил для производства счетчиков. Он появился раньше реконструкции Роапа, в 1880-х годах, и здесь средневековые ломбардские арочки сопровождены напоминающим об ампире классическим рустам. Корпус 7. Котельная. Корпус задумывался как новая котельная, но возникла идея использовать его как-то иначе, поэтому трубы поблизости пока не появились. В проекте существовало несколько вариантов решения этого небольшого здания с продиктованным участком слегка зигзагообразным планом. В частности, в одной из версий шершавый кирпич прорезали тонкие вертикальные рамки. Корпус 19. Корпус номер 19 – самый большой из обновленных построек армы. Он расположен за газгольдерами и окружен полями обширной наземной парковки. Подземных здесь нет, удачно продолжает линию главной оси, хотя и отстоит от нее немного правее. Но так или иначе, а идя от нижнего сусального практически по прямой, мы приходим к главному северному входу в здание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...